Важным аспектом является то, что ИП может нанимать наемных работников при определенных условиях, пройдя определенную процедуру. Об этом вам расскажет Варвара Левичева, специалист отдела бухгалтерского сопровождения. Добрый вечер. ИП может быть свободным работодателем, принимать на работу сотрудников, если ему это необходимо. Но есть определенные системы налогообложения, при которых есть ограничения в количестве сотрудников. При пакетной системе среднесписочная численность должна составлять не более 15 человек. При упрощенной системе налогообложения или ЕНВД не более 100. При общей системе, в принципе, ограничений нет. Сколько хотите, только принимайте. Принимается сотрудник на работу в общей порядке. Мы собираем с ним пакет документов, установленный на Трудовом кодексом. Заключаем с ним трудовой договор. Подписываем. Экземпляр отдаем сотруднику. Экземпляр оставляем себе. В общем-то, все просто. Есть еще такое понятие гражданско-правовой договор. Его иногда пытаются использовать, думают, что могут уйти почему-то от налогов или для простоты увольнения сотрудника, чтобы с ним как-то просто расстаться. Но вот его отличие от трудовой в том, что по трудовому договору сотрудник исполняет трудовые функции, а вот по гражданскому правовому договору заключается со сторонним физическим лицом для оказания определенных услуг на определенный срок, можно сказать, под конкретный какой-то заказ. Главное, чтобы эти функции, прописанные в гражданском правовом договоре, его называют еще там договор подряда, сук подряда, оказания он сук, чтобы эти функции нельзя было квалифицировать как трудовые. Иначе трудовая инспекция просто все это завернет, и еще у вас накажется штраф, там 70 тысяч штрафа, это за нарушение трудоузгнодательства. Но у ИП, который решил стать работодателем, есть один нюанс. С даты заключения трудового договора необходимо в течение 30 календарных дней пройти регистрацию в качестве работодателя в фонде социального страхования. Для этого необходимо подать заявление, установленное в форуме фонда социального страхования, и приложить к этому заявлению пакет документов. Это копия документов самого ИП про устанавливающих, и копия документов, которые вы подписываете сотрудникам, трудовой договор, приказ о приеме. Постановка на отчет в фонде проходит по месту регистрации ИП. То есть, если ваше ИП, как мы знаем, ИП регистрируется по прописке, если у вас стоит штамп в паспорте с пропиской, неважно, это Москва, Московская область, Рязанская, значит, вы там, где вы прописаны, вы там регистрируете ИП, и туда вы платите налоги, это исключение только для патентной системы налогообложения. Но все, что касается сотрудников, платится, и фонд в том числе, проходит регистрацию там, где вы зарегистрированы, в том же регионе. Ну и при приеме на работу у нас с вами возникает обязательство на вычислять заработную плату сотрудникам. Заработная плата вычисляется ежемесячно. Бесплатного труда у нас нет по закону, да, приняли, берем на себя ответственность за тех, кого приручили, платим зарплату, в зависимости от того, как есть у вас для него работа сегодня или нет. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. С разницей в 15 дней, это четко прописано в законе, что промежуток должен быть 15 дней. Значит, составными частями заработной платы будут являться заработная плата за первую половину месяца, она называется в простонародье, это называется аванс. Ну, в законе нет такого понятия аванс, есть зарплата за первую половину месяца, зарплата за вторую половину месяца. Ну, зарплата за второй половину месяца, плата, соответственно, по окончанию месяца, то есть, ну, остаток. Но у многих, кто приходит к нам регистрироваться, кого мы консультируем, изникает всегда вопрос, какая минимальная зарплата, которую мы можем безопасно для себя показать. Есть общероссийский МРОД, 9 тысяч, точно не помню, и в каждом регионе установлен свой минимальный размер оплаты труда. В Москве он составляет 18 742 рубля с 1 января. Почему люди задают такой вопрос, какая должна быть минимальная заработная плата? Потому что помимо того, что мы начисляем заработную плату, и каждый из нас когда-то где-то работал, знает, что мы получаем заработную плату за минусом НДФЛ. НДФЛ это налог с дохода физического лица, который работодатель удерживает и самостоятельно перечисляет в бюджет за своего сотрудника. Остаток за минусом 12% мы выдаем заработную плату. Но у каждого работодателя, неважно от его формы, О, ЭТ или ИП, есть обязательство платить за свой счет страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование. Общая сумма взносов составляет 30% с фонда оплаты труда. Понимаете, почти половину, да, нам большую часть еще нужно отдать за свой счет, оплатить в бюджет. И есть еще взнос в фонд социального страхования, в котором уже пройдена регистрация, от несчастных случаев. Размер этого взноса зависит от вашего вида деятельности. Например, услуги, ну, либо розничная торговля, это минимальный размер, 0,2% с фонда оплаты труда. Если это более травматичный вид деятельности, ну, не знаю, там, производство, например, либо строительство, чего-то понятно, да, что получить какую-то травму человек может, ну, то есть ваш сотрудник может более вероятно, что он получит эту травму, нежно сидя за конкурентом в офисе. Когда вы будете проходить регистрацию в ФСС, вам выдадут уведомление с вашим регистрационным номером. И в этом уведомлении будет написан размер страхового взноса вашего, собственно, по которому вы будете потом оплачивать этот взнос. А вот МДФЛ платится, прошу прощения, значит, все эти взносы необходимо оплачивать до 15-го числа месяца, следующего за месяцем начисления. Например, зарплату за февраль мы начисляем 28-го февраля. Соответственно, до 15-го марта мы должны оплатить все взносы в бюджет. А вот МДФЛ, у него немного другой порядок оплаты, значит, с аванса МДФЛ не платится, то есть зарплата за первую половину месяца. Мы оплачиваем МДФЛ либо в день выплаты заработной платы, второй ее части, либо на следующий день. В случае просрочки оплаты взимается штраф в размере 20% суммы МДФЛ, если мы оплатим его не своевременно. Ну и после того, как мы приняли сотрудников на работу, у нас появляется обязательный ежемесячный сдавать отчеты в пенсионный фонд. Ежеквартально и ежегодно сдавать отчеты в налоговую инспекцию за своих сотрудников. Ну, разный состав отчетности. Есть ежеквартальные, ежегодные какие-то прибавляются с отчетом в инспекцию. Там есть еще ежегодный отчет в пенсионный фонд. Если вы, ну, не знаю, больше нет у вас необходимости иметь наемную рабочую силу, либо вы решили закрыть свое ВИП и расстаться со всеми, также должны снять себя с учета, то есть сдать отчетность реквендационную по сотрудникам и снять себя с учета в качестве работы датри. Только после этого вы сможете, ну, хотя бы закрыть свое ВИП и освободить себя от лишней отчетности ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной.